Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Связь с женатым мешает встретить свою любовь. Ну, здесь вопрос, конечно, если человек хочет встретить свою любовь, то зачем вступать в связь с женатым мужчиной? Это первое. Второй вопрос, если человек хочет встретить свою любовь, то зачем, для чего, почему он хочет любить, почему он хочет встретить любимого человека, зачем это ему? Если он этого хочет, значит он хочет это получить, и отношения создаются для того, чтобы отдавать, а не получать здоровые отношения. Ну, здесь уже, в этой, вот в этом вопросе уже два, как бы, встретенных вопроса. Возьмём две женщины одного возраста, пишите вы, одна встречается с женатым, другая вообще ни в кем не встречается, и обе одинаково хотят встретить свободного мужчину. Зачем, если одна женщина встречается с женатым мужчиной, зачем она хочет встретить свободного мужчину? Если она встречается с женатым, это её выбор, её выбор встречаться с женатым. Она встречается с ним, потому что что-то. Либо она его любит, либо она от него что-то получает, и она так или иначе встречается с ним. Пока она не перестанет встречаться с ним, другого мужчину она не встретит. Это первое. Второе. Мужчины, это не какой-то отдельный вид. Мужчины, это мужчины, так же как и женщины, это люди. И между людьми должно быть что-то общее. С женатым мужчиной женщина встречается, потому что у неё с ним что-то общее. Если чего-то общего нет, то очень ограниченное, бедное взаимодействие получается. Дальше. По поводу шансов. Шансы есть всегда, и оценивать шансы, мне кажется, вообще, ну, как-то непрофессионально. Я бы сказал, что опыт взаимодействия с мужчинами больше у той женщины, которая встречается с женатым, чем у той, которая не встречается ни с кем. И та, которая встречается с женатым, более привлекательна для мужчины, потому что у неё более ярко выработана женская модель поведения, чем у той женщины, которая ни с кем не встречается. Та женщина может показаться в большей степени холодной, в большей степени неприступной, в большей степени одиозной, неприятной, всякое такое. Дальше. Значит, допустим, у женаты тоже много свободного времени. Может быть, связь с женатым как-то отражается на невербалике женщины? Нет. Если отражаются, то только в позитивном ключе, это первое. Ну, при, конечно, отсутствии чего-то явно негативного в отношениях с женатым мужчиной. А во-вторых, вы говорите, что может ли связь с женатым мужчиной отражаться на невербалике женщины и тем самым отталкивать потенциальных женихов? Ну, это индивидуально всё. Тут нужно индивидуально разбирать конкретную женщину, конкретную пару и конкретного мужчину, который воспринимает эту женщину. Тут, в общем, никто вам не ответил. Это первое. Второе. Мужину категорически нельзя воспринимать как потенциального жениха. Это не потенциальный жених, это человек, у женщины, которая тоже человек, может быть что-то общее. И на основе этого чего-то общего можно построить отношения. А говоря о потенциальном женихе, сразу говорят и об определенных ожиданиях, и о разочаровании. Понимаете? Очень сильно ограничивается восприятие человека, когда в нём видят только потенциального жениха. Ну, и потенциальную невесту, в принципе, тоже. Дальше. Значит так, они все поэтому не подходят к нему. Такое может быть? Нет. Такого не может быть. Хотел бы понять, что в победении в этой женатской женщине не так. Поведение это просто на свободу. Нет. Ваш вопрос в целом поставлен. Неверно. Вообще. Нужно более конкретизировано, более индивидуально, более подробно, более лично. Так, это слишком отвлечённые. Вы вообще не в ту степь ушли. Мать и Елена. Вот. Человек индивидуальный, но у каждого человека всё своё и тут, как бы, очень все индивидуально. У кого-то это сражается невербаликой, у кого-то нет. Но, мужчины не чувствуют это так, как женщины чувствуют. То есть, скорее женщина почувствует, что мужчина занят, чем мужчина почувствует, что женщина занята. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.